За моей спиной дрожжево-винокорийный завод Зверева постройки 1914 года, там Кожевинный завод, да, вот то есть было бы очень интересно посетить такие места. Интерес к историческим зданиям, в том числе тем, где когда-то кипела трудовая жизнь, только растет, отмечает краевед Евгений Кученев. Сам неоднократно бывал и на спичке, и на территории дрожжевого завода. Сожалеет, что промышленная история Барнаула с необычной архитектурой все чаще выглядит как дрожжевой завод. Фасад в плачевном состоянии, окна разбиты, но интереса стороны людей от этого не меньше. Правда, чтобы провести экскурсию на территории, придется сильно постараться, здание под охраной. Наладчик при подготовке работы, да, выбирает необходимый инструмент, видите, вот он там закреплен. Попасть на это предприятие тоже не так-то просто, но экскурсии на роторе на недействующем заводе проходят довольно часто. Прежде всего для школьников, часто под промышленным туризмом и подразумевают профориентационный. Такие предприятия, как мы, предприятия оборонного промышленного комплекса, в какой-то степени должны быть открыты для промышленного туризма, который предполагает именно для нас, по нашей направленности, это экскурсии и все мероприятия, которые касаются привлечения молодых специалистов, начиная со школьной скамьи в реальный сектор экономика, в промышленность края. Нам, допустим, рассказывали историю, меня очень сильно заинтересовало, как, допустим, во времена, когда был распад СССР, мне было интересно, как выживал завод. В принципе, для меня вот это вот все, это, ну, что-то новое, я бы очень хотела побывать еще на каком-нибудь таком предприятии. По данным Министерства промышленности региона, для проведения экскурсий, как для учащихся, так и для официальных делегаций бизнес-партнеров, а партнерское, еще одно направление развития промышленного туризма, открыты большинство промпредприятий региона. И Барнаултрансмаш, и Алтайвагон, и Завод механических прессов, и Бийский Олеумный, меланжист Алтай, и Русская кожа, Барнаульский пивоваренный, и Новоалтайский маслосырзавод перечислять можно долго. Правда, добавляют управление по развитию туризма целевая аудитория таких экскурсий. Школьники, студенты, потенциальные инвесторы, журналисты и блогеры, которым, к слову, хочется не только увидеть, все своими глазами. Возможно, какие-то мастер-классы, то есть попробовать что-то сделать, да, или там поучаствовать, там нажать, допустим, на ту же кнопку, да, увидеть, как это все работает. Опять же, сделать там какие-то фото, видеоотчеты для себя, чтобы это все было возможно. С этим сейчас довольно сложно, если предприятие большое, действующее, там, как правило, съемку либо ограничивают, либо полностью запрещают. Но даже эти факторы не снижают интереса у потенциальных туристов, хотя прийти абсолютно с улицы любителю промышленности вряд ли удастся. А вот чтобы как можно больше предприятий распахивали свои двери, их нужно замотивировать. Очевидно, что основным мотивом для организации развития промышленного туризма может служить дополнительная прибыль и возможность позиционировать деятельность предприятия. Особенности технологии выпускаемой продукции на более широкую аудиторию. Многим предприятиям для развития туризма добавляет ведомство не хватает технических ресурсов, кадров и условий, чтобы при посещении заводов и фабрик людям было не только интересно, но и безопасность при этом им могли обеспечить. Но в целом перспективы у промышленного туризма региона есть. И это, пожалуй, общее мнение и Управления по туризму, и Министерства промышленности, и тех же краеведов. Ведь если есть спрос, значит и предложение точно будет. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.